Ваш аудиопроцессор оснащен только выключателем. Всеми остальными функциями можно управлять при помощи пульта FineTuner. Чтобы увеличить громкость с FineTuner, нажмите клавишу «Громкость плюс». Чтобы уменьшить громкость, нажмите «Громкость минус». Для увеличения чувствительности микрофона вашего аудиопроцессора нажмите верхнюю клавишу «Чувствительность». Это увеличит дальность срабатывания микрофона, но может также увеличить уровень восприятия фонового шума. Для уменьшения чувствительности микрофона вашего аудиопроцессора нажмите нижнюю клавишу чувствительности. Клавиша «Исходная громкость и чувствительность» позволяет вернуться к исходным значениям, установленным специалистом. Нажатие клавиши «Исходная громкость и чувствительность» не изменит вашу программу. Для выбора программы необходимо нажать одну из четырех клавиш, отмеченных белыми точками. Чтобы включить функцию телекатушки для подключения вспомогательных слуховых устройств, нажмите клавишу «Т». При этом входящий акустический сигнал будет поступать только через телекатушку, а звуки с микрофона будут блокироваться. Для выбора смешанного входящего сигнала от телекатушки и микрофона нажмите клавишу «МТ». Чтобы вернуться к входящему сигналу только от микрофона, нажмите клавишу «М». Ваш аудиопроцессор возвращается к входящему сигналу только от микрофона автоматически, после того, как он будет выключен и снова включен. Для билатеральных пользователей стрелка «Влево» выбирает только левый аудиопроцессор для управления, стрелка «Вправо» — только правый аудиопроцессор. Двойная стрелка выбирает сразу оба аудиопроцессора для управления. Если вы нажмете любую клавишу «Файн Тюнер» и увидите трехкратное мигание красного светового индикатора, батарея вашего «Файн Тюнер» нуждается в замене. Специалист, проводящий настройку, может выборочно отключить любую из клавиш пульта «Файн Тюнер». С «Файн Тюнер» возможна опциональная автоматическая блокировка клавиатуры, позволяющая избегать непреднамеренного изменения параметров настройки. Клавиатура блокируется, если ни одна клавиша не будет нажата в течение более 10 секунд. Чтобы активировать функцию блокировки клавиатуры вашего «Файн Тюнер», удерживайте клавишу с двойной стрелкой в течение более 5 секунд для входа в режим программирования. Красные и желтые световые индикаторы на вашем «Файн Тюнер» начнут переменно мигать, показывая, что вы успешно вошли в режим программирования «Файн Тюнер». Удерживайте нажатой клавишу со стрелкой вправо, чтобы активировать автоматическую блокировку клавиатуры. «Файн Тюнер» подтвердит успешную активацию автоматической блокировки клавиатуры коротким мигающим сигналом двух желтых световых индикаторов. Чтобы воспользоваться «Файн Тюнер», пока блокировка клавиатуры активна, нажмите нужную клавишу дважды. Первое нажатие временно разблокирует клавиатуру, второе — отправит команду. Если в течение 10 секунд ни одна клавиша не будет нажата, клавиатура снова заблокируется. Чтобы отключить автоматическую блокировку клавиатуры, дважды нажмите клавишу с двойной стрелкой. Это разблокирует клавиатуру. После этого удерживайте ее более 5 секунд для входа в режим программирования. Затем нажмите клавишу со стрелкой влево, чтобы отключить блокировку клавиатуры. «Файн Тюнер» подтвердит успешное отключение режима автоматической блокировки клавиатуры коротким мигающим сигналом двух желтых световых индикаторов.